В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня начальник управления Государственного жилищного надзора Тамбовской области Сергей Захарцев. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Вы знаете, я полагаю так, что сегодня в большей степени будем вести разговор с вами не столько как с начальником важного управления, сколько как с экспертом в сфере ЖКХ. Я вот отсматриваю ваши публикации, ваше общение с журналистами, ваше общение в социальных сетях. Я понимаю, что более досконально знающего тонкости и черные дыры законодательства, во-первых, и правоприменительной практики найти такого человека очень сложно. Это не в порядке комплимента, а в порядке констатации уровня вашей квалификации. Поэтому, если позволите, вопросы, может быть, будут не столько по работе вашего управления, сколько в целом по той тематике, которая касается контроля за качественным оказанием жилищно-коммунальных услуг и вообще оказанием услуг в жилищной сфере. Не возражаете? Да, конечно. Ну, а чтобы тема была более предметно раскрыта, я предлагаю начать с небольшого сюжета, который подготовлен службой информации телеканала «Новый век». Последние два года на Октябрьской 8 царит тепло не только душевное. В 2016-м здесь полностью переложили теплосети. Новые коммуникации гарантируют отопление без перебоев как минимум 30 лет, если не одно «но». Практика минувшего отопительного сезона показала, что зачастую причинами снижения температуры воздуха внутри квартир жилого дома являются недостатки внутридомовой коммуникации. Поэтому в этом году мы намерены приложить очень много усилий по проверке внутридомовых коммуникаций, которые относятся к управляющим компаниям. Проблема лежит на поверхности. Причины в подвале. В зимнее время этот элеваторный узел подает тепло жителям сразу нескольких подъездов. Исправно только в том случае, если летом ему уделяют должное внимание. Узел необходимо регулярно проверять на герметичность и наличие качественных задвижек, не говоря уже о промывке и опрессовке системы. Все это обязанности управляющих компаний. В этот раз ресурсопоставщик результатами работы в целом доволен. Я уже заметил, что ревизия проведена на элеваторном узле. Задвижки отревизированы, входные, выходные. Единственное, что у нас отсутствует термометр. Конечно, желательно выполнить бы и промывку внутренней системы, потому что это влияет на качественное теплоснабжение. На устранение недочетов у управляющей компании 10 дней. Затем специалисты «Квадры» вновь посетят эту пятиэтажку с проверкой. Всего в преддверии нового отопительного сезона теплоэнергетикам предстоит обследовать более 750 тамбовских домов. Сергей Николаевич, если можно, начнем с АЗОВ. Мы понимаем прекрасно, что сфера жилищных услуг, жилищно-коммунальных услуг регулируется законодательством. Что нового принесло нам законодательство за последний период? В частности, вот эта практика прямых заключений договоров на поставку тепла, газа, электроэнергии между потребителями и поставщиками. Что еще нового? Какие инновации есть в этой сфере? Ну, нужно сказать, что законодатели в сфере ЖКХ достаточно плодовиты. И, по сути, каждые полгода происходит, я бы сказал, не побоюсь от слова, серьезное изменение в жилищно-законодательстве, которое вынуждает не то, что подстраивать отрасль, а иногда просто-напросто ее перестраивать под новые законодательные требования. Что касается этого года, то серьезные поправки вступили в действие с 1 января. О чем мы говорим, это прежде всего управление, ну, отвечая за свое управление в том числе. Нам добавлено было контроль за системой ЕЗЖКХ, теперь мы контролируем не только управляющие организации, заполнение информации от информационной системы, но и ресурсоснабжающие организации, причем мониторинг должен осуществляться на постоянной основе. То есть, это контроль, вот ГИС, это как расшифровывается? Государственная информационная система ЕЗЖКХ, то есть, которая включает в себя много блоков, начиная от, ну, так, если упростить, информации дом, кто им управляет, какие приборы учета, индивидуальные, коллективные, и до размещения платежных документов в этой системе. То есть, сегодня здесь произошла некая систематизация, создается ресурсно-информационная база, и вы контролируете, насколько эта база исправно работает. Об этом речь? Да, именно об этом. Меня, как потребителя, меня, как собственника жилья, меня, как обывателя, что коснулось, что я должен знать сегодня из новаций? Ну, вот если брать именно ЕЗЖКХ, что касается потребителей и собственников. Во-первых, собственник может теперь проверить свой платежный документ в системе ЕЗЖКХ. При желании он, войдя через личный кабинет, должен его увидеть и по возможности оплатить. Подождите, то есть, получается, система такая, примерно как в пенсионном фонде, примерно как в Сбербанке, примерно как на портале госуслуг. Можно через интернет войти в свой личный кабинет и, не выходя из дома, попивая чайок в кухне, посмотреть, а так ли мне все начисляют. Это такая возможность? Да, такая возможность есть. Но нужно сразу же оговорить систему, она в любом случае происходит наладка. То есть, система ЕЗЖКХ, она существует уже более трех лет, она формируется, и идеально она пока на самом деле не работает. То есть, откладка... Ну, хотя бы тестовый режим есть. Ну, нет, он уже не тестовый режим, он есть, но в любом случае сбои технического характера, они бывают постоянно. Также, один, что касается собственника, это возможность подать обращение в управление Желнадзор через систему ЕЗЖКХ. Вот, соответственно, система, когда человек туда входит через личный кабинет, систему идентифицирует. И, по сути, это приравнивается к личной подписи, если бы человек на бумажном носителе подал заявление. Нет, прошу прощения. Тут возникнет ситуация, которая тоже может быть связана с тем, что у соседей свадьба, там шумят и гомонят. Я сажусь к компьютеру, злой совершенно, и пишу, Сергей Николаевич Захарцев, дорогой, пожалуйста, приди, спаси меня, соседи шумят. Есть какой-то перечень тех проблем, по которым можно к вам обращаться? Да, вернее, перечень-то он существует, на самом деле. Но вопрос в том, что, как бы, собственники, жители, да, которые пользуются системой ЕС, электронной почты, не всегда пытаются понять. То есть люди считают, что если я направил обращение в государственный орган, они там сами пусть разберутся. Они, государственный орган, они должны решать все вопросы. То есть не важно, в компетенции это полиция, в компетенции органов местного самоправления или государственного жилищного организма. Если очень часто обращения поступают, они, конечно, не относятся к компетенции. В данную ситуацию мы перенаправляем данное обращение по компетенции. Что поменялось у поставщиков жилищных и коммунальных услуг в сфере законодательной? Сейчас до поставщиков, позвольте, дойдем. Что у нас касается глобальных изменений, срок действия лицензии управляющей компании законодатель ограничил пятью годами. То есть теперь раз в пять лет управляющая организация обязана переполучать лицензию. Я, насколько помню, вы в недавнем прошлом были вузовским преподавателем. То есть система лицензирования образовательных услуг в университете теперь синхронно, по срокам, с лицензией на оказание услуг в сфере ЖКХ. По сути, да. По сути, да. Схожая система. Следующее очень важное нововведение. Теперь орган государственного жилищного надзора, по сути, является архивом для хранения оригиналов протоколов общих собраний. Да, это серьезные изменения, которые требуют, так скажем, серьезной доналадки системы. То есть если раньше протоколы могли теряться, уничтожаться, фальсифицироваться, то теперь при проведении общего собрания орган жилищного надзора должен обязательно получить оригинал. И по запросу судов, иных компетентных органов мы предоставляем копии этого протокола, заверяем и так далее. То есть первый источник является храниться у нас. Вам добавилась некая функция государственной архивации документов, которые связаны с протоколированием собраний жильцов, собственников жильета. Еще что? Соответственно, управляющие компании, опять же, в любом случае касается собственников, обязали ввести и актуализировать реестр собственников. Очень часто мы сталкивались с проблемой, когда управляющая компания, собственник выбыл, прибыл, умер, ушел в армию. Но данная база, она не актуализировалась. Теперь как бы это прямая обязанность управляющих организаций, законодатель на этом заострил внимание. Вот вы говорили о том, что прямые договоры между потребителем, между мной, обывателем, и поставщиком услуг. Скажите, это вот просто повисло в воздухе эта тема? Или в Тамбове, в других муниципалитетах это уже востребовано? Ну вот как раз о чем я хотел сказать. С 3 апреля законодатель как раз ввел понятие, наконец, прямых договоров. Не нужна мне управляющая компания, не нужен мне никто. Я иду, заключая договор с газовиками, с тепловиками, с водяными, с энергетиками. Об этом разговор? Об этом разговор, да. Тема, можно сказать, на федеральном уровне, она была вымучена, потому что о прямых договорах говорили давно, и все их ждали. Что касается Тамбовской области и, собственно говоря, муниципалитетов, процесс пошел. То есть, как бы, переход на прямые договоры возможен по двум направлениям. Это либо решение собственников через общее собрание, когда дом решает на квартирные, заключить прямые договоры. Либо со стороны ресурсоснабжающей организации, если управляющая компания просрочила больше двух платежных периодов. Соответственно, здесь инициатор может быть... Секунду, секунду, вот этот сюжет давайте посмотрим. То есть, здесь возможен и некий принудительный вариант. То есть, компания, поставляющая ресурс X, говорит о том, что ваша управляющая компания недобросовестно выполняет свои договорные обязательства. Поэтому мы, уважаемые собственники жилья, обращаемся к вам, убирайте свою управляющую компанию, теперь мы ресурс X будем вам поставлять напрямую. Вы об этом говорите? Не совсем так. То есть, здесь ресурсоснабжающие, когда задуманы, что они к собственникам, в принципе, не обращаются. Они обращаются в органы жилищного надзора, где они... Через вас. Да, то есть, в данной ситуации они извещают, что мы хотим прекратить такие отношения. И, соответственно, с собственниками они уже заключают договор. Они сами выходят к собственникам и заключают договор, как бы есть уже в законном основании, в законной базе. Вот. Что касается прямых договоров, в принципе, это новшество для страны. Что касается Тамбова, Тамбовской области, у нас существовала система расщепления. Те управляющие компании, которые находились... Давайте поясним нашим телезрителям. Система расщепления представляла собой что? Когда в единой платежке за жилищные и за коммунальные услуги приходила определенная сумма, разбитая на кластеры. Вот за воду, вот за жилищные услуги, вот за газ, вот за все. И затем единой платежкой мы через почту, через платежные центры, через банки все это дело уплачивали. И затем все это расщеплялось, чтобы денежки попали поставщикам конкретной услуги. Об этом разговаривали. Да, то есть автоматически на основании договорных отношений денег, они через единую платежку собирались, как вы совершенно правильно сказали. И они уходили всем ресурсоснабжающим организациям, которые поставляли те или иные ресурсы. Вот, соответственно, вот это вот квази прямые договора, они у нас уже существовали. И по сути, так скажем, какой-то вот революции в данной ситуации в области мы не совершили. Вот. Законодатель сейчас, ну, как бы узаконил то, что было сделано на уровне договорных отношений, теперь это можно делать вот так. То есть сейчас это право прямых договоров востребовано, на ваш взгляд, или пока люди присматриваются, и поставщики, и собственники жилья? Я думаю, сейчас идет процедура пристрелки. То есть люди получили дополнительное право, и вот, допустим, если брать, порассказывать, стали поступать прямые договоры от собственников, что они хотят перейти. По Тамбову несколько ресурсоснабжающих организаций воспользовались своим правом. То, что два периода просрочила управляющие компании, они обратились. То есть сейчас идет как раз вот поиск, так сказать, модели, по которой будут переходить на прямые договоры. Для аналогии свадебного процесса идет период присматривания и возможного свадорства. Пока массовый характер это не носит. Но возможность такая есть. Возможность такая есть. Самое главное – возможность. Проблема здесь заключается, на мой взгляд, в чем? Здесь очень важно определить, а кто же будет в итоге работать непосредственно с потребителем. Вот. Если у управляющих организаций существуют службы, которые занимаются начислениями, расчетами и так далее, то ресурсоснабжающим организациям данной ситуации эти службы придется сдавать. То есть там должна появиться некая клиентская служба, которая будет работать не с управляющими компаниями, а которая будет работать с определенным количеством тех собственных контрагентов. Это дополнительно. Даже вот собственник, получив некачественную услугу на прямом договоре, он уже идет не в управляющую компанию, а идет, по идее, к ресурсопоставщику, с которым заключил прямой договор. И он должен получить ответ, и его проблема должна быть отработана. Понятно. Вернемся к одной теме, не уходя из правового поля регулирования отношений в сфере жильцово-коммунального хозяйства. Мы с вами знаем о том, что есть система санкций. Ведь ЖКХ – это, в общем, система договорных отношений. Я являюсь потребителем определенного вида услуг, вы поставляете мне эти ресурсы, у меня своя ответственность, у вас своя, я плачу вам за что-то и так далее. Ведь есть система санкций. Вот из вашей практики, как руководителя управления, как человека, давно находящегося в сфере контроля и общественного, и государственного за жилищной сферой. Система санкций за недобросовестное исполнение сторонами обязательств, она действенная, она работает, или это все профанация? Понимаете, систему санкций здесь, можно о ней говорить отчасти. То есть, всегда качество ресурса возникает спор. У медали есть две стороны. То есть, когда жители обращаются, что я получаю воду из крана горячей воды 40 градусов, а положено 60, соответственно, начинается, так скажем, условно говоря, разбирательство, кто виноват, либо ресурс снабжающий, либо управляющая организация. И, как показалась практика, ну, по сути, случаи, когда стороны приходят к единству понимания то или иной проблемы, они единичны. То есть, это постоянный спор. Соответственно, все эти споры, они, как правило, выражаются в претензиях, которые они выставляют друг друга дальше, уходят в судебное русло. Потому что степень доверия к участникам рынка друг к другу, он крайне низкий. Потому что каждый пытается отстоять свою позицию. – Прошу прощения, Сергей Григорьевич, я перебиваю вас. А вам не кажется, что сама процедура отстаивания прав, она уж очень мудреная? Предположим, если та же самая теплая вода подается в Тамбоево-Уварово-Мичуринске ниже норматива, ведь там же целая процедура есть, связанная с тем, что нужно иметь экспертное заключение, нужно, чтобы были приборы учета вполне определенного, общедомового, индивидуальный и так далее. Вам не кажется, что сама процедура работает в пользу недобросовестных поставщиков? Или я, может быть, предвзято рассуждаю? – Я думаю, что процедура работает, так скажем, на все стороны. Вопрос в том, как ее отрабатывать. Понимаете, к любой процедуре можно подойти формально, можно подойти неформально. И те организации, ресурсы, нам же еще управляющие организации, где вот это взаимодействие налажено, вопросов там, они сводятся к минимуму. – То есть речь идет о том, что нормативная база есть, правовая база есть. – Она достаточно. – Должна быть сформирована правоприменительная практика. Об этом разговор идет? – Об этом должна быть и правоприменительная практика сформирована, и наша задача повысить степень доверия участников. То есть если каждый из участников встает в позу и говорит, нет, я не признаю даже иногда свои ошибки, виноваты вы, ну, пока не будет золотой середины, машина не поедет. Как получается, лебедь, рак и щелка. Каждый тянет в свою сторону. А страдают потребители. – Странно получается. Мы договорились вести речь о жилищно-коммунальных проблемах, а в общем-то переходим в сферу политико-правовой культуры. Так получается. – Получается, так. – Меняем тему, но от ЖКХ не уходим. Не секрет, что в этой сфере очень тонкой важна практика общественного контроля. И я понимаю прекрасно, что первый инструмент общественного контроля – это когда я, обыватель, я, собственник, ставлю у себя приборы индивидуального учета потребленных ресурсов, и я контролирую, насколько те финансовые затраты, которые я несу, соответствуют тому, что я получил. Некоторое время назад мы как-то с вами беседовали, и вы говорили о том, что психологический барьер определенный был у собственников жилья, когда государство сказало о том, что устанавливаете за свой счет приборы индивидуального учета, общедомовые приборы учета. Вот в вашей среде есть такой расхожий сленг – оприборивание квартир и домов. Вот эта тема – постановки приборов учета – сегодня актуальна для Тамбовской области? Или уже мы, обыватели, смирились, готовы ставить индивидуальные счетчики и общедомовые? Ваша оценка? – На мой взгляд, тема приборов учета будет всегда актуальна. – То есть? – Я объясню. Прибор учета не всегда позволяет сэкономить ресурс, но прибор учета коллективный, индивидуальный, он показывает справедливость. Он показывает справедливое потребление того или иного ресурса. И, соответственно, если люди будут понимать, что это справедливо, да, вот столько-то потребил дом воды, вот столько-то кубов я воды помылся, посуду помыл. Это справедливо, это будет снимать многие вопросы спорные. То есть прибор учета, он как бы здесь будет выступать, ну, назовем это, арбитром, да. Если раньше можно было на кого-то списать, соответственно, если в дом поступило, допустим, 100 кубометров воды, а потребители потребили всего 50, значит вопрос. – Либо трубы текут, а если в подвале сух, значит кто-то указывает неправильные показания, кто-то обманывает своих соседей. – Или, может быть, к этому же дому пристроен некий лабаз, который тайным образом подключился. – Как вариант, да, обрезался, если уже. – Я понял. – То есть здесь все-таки, на мой взгляд, не элемент экономии, а элемент даже иногда справедливости и контроля за собой. То есть нельзя теперь кран открывать постоянно. – Понятно. – Это же будут деньги. – И еще один момент, исходя из этого. Вот к нам в общественную палату в ряде случаев обращаются граждане пожилого возраста и ведут разговор о том, что, ну, нет у нас возможности поставить прибор, ни общедомовый, ни вот из одного восьмиквартирного дома обратились, ни индивидуальные. А нам такие тарифы загибают в плане, касающиеся того, что будете платить по нормативу. Вот на ваш взгляд, насколько вот эта плата по нормативу, она же существует сегодня, да? – Да, она существует. – Насколько, на ваш взгляд, вот эти нормативы справедливы? Если вот экспертную оценку попробуйте дать, вот условная семья из трех человек по учетам прибора платит столько-то и потребляет столько-то, а вот по нормативам столько-то. Большое расхождение вообще получается? – Нужно сказать, что по нормативу, у нас нормативы не завышены. Они приближены к реальности и вот управление по тарифам, когда устанавливают нормативы, ну, нужно отдать должное, проводили значительную работу в этом направлении. Нормативы реальны. И что греха таить, некоторые дома не ставят прибор учет, потому что выгоднее. Опять же, выгоднее, несправедливо, а выгоднее платить по нормативам. – То есть все зависит от специфики потребления в конкретном доме, да? – Все зависит от специфики потребления конкретного дома. То есть даже если рядом стоят два, казалось бы, похожих на квартирных дома, нет двух одинаковых домов, у каждого будет своя специфика. – Не будем уходить далеко от темы общественного контроля. Я просто позволю себе напомнить вам, вы это помните, и телезрителям, что вы к должности руководителя управления Государственного жилищного надзора прошли через несколько этапов. Это и учеба в университете, это и работа вполне серьезная. Я, насколько помню, в общественной палате вы занимались в том числе вопросами общественного контроля в сфере ЖКХ, в составе Общественного совета по контролю за действием ЖКХ. И вот венец на сегодняшний день – это руководство управления. Вот если я правильно понимаю, все-таки законодательство у нас варьируется, и в нем разобраться простому обывателю сложно. И зачастую мы говорим одновременно с этим, это есть и в документах президента, и в законодательстве, система общественного контроля за сферой ЖКХ. Прошу прощения за глупый вопрос. Вам зачем вот эти общественники малограмотные, которые будут, может быть, не всегда профессионально, говорить о том, что вот там льву мясо не докладывают, как в известном анекдоте и так далее, и так далее. Зачем вам, государевой структуре, вот эти общественные эксперты, зачем вам система общественного контроля? – Общественники нужны, но нам нужны не малограмотные общественники, а как раз нужны общественники со знанием дел. Ни для кого не для секрет, что есть у нас, если брать общественный совет при главе администрации, есть у нас там и председатель ТСЖ, который имеет многолетний опыт, и он очень… – Вы имеете в виду Гусева и Скотовска? – Я имею в виду Гусева и Скотовска, я имею в виду Зенкин из Рассказова. То есть люди настолько опытные и готовы передать опыт. Ну, опять же, в качестве отвлечения люди, которые приходят в управление жителей и просят создать ТСЖ, я их сразу знакомлю с Гусевым. Я говорю, вот если то, что он вам расскажет, вас не испугает, значит, стоит заниматься ТСЖ, стоит создавать. Если вы испугаетесь, лучше этого не делал, потому что лучше него это не знает никто. И наша задача… Зачем нужны общественники? Это пришло передавать опыт. Есть люди опытные, есть люди знающие. И, собственно говоря, мы при управлении запустили процесс, так скажем, подготовки этих самых общественников. Мы собираем людей, активистов, старших домов, по области… – Прошу прощения, Сергей Игоревич, вы образовываете экспертов, общественников, вы готовите тех, кто будет не хуже, чем вы, разбираться в законодательстве, и вас же еще критиковать, так что получается? – Нет, мы готовим, я скажу, помощников себе. То есть не хуже, чем нас разбирать в законодательстве. Это проблематично по одной простой причине. Но если это реально общественник, для того, чтобы человек погрузиться, ну, это нужно в течение года-полутора, вот просто каждый день заниматься проблемой ЖКХ. – Вас устраивает та система подготовки общественных экспертов, которую вы и ваши коллеги по управлению организовали? – Она, конечно же, не может устраивать, потому что всегда хочется делать больше, больше потратить на это время, больше привлечь людей. Вот поэтому мы после каждого этапа обучения корректируем, вот, ну, так громко скажу, программы обучения, да, и стараемся найти новую нишу. Вот крайний раз мы, когда занимались обучением, мы старались обратить внимание именно молодежи. Потому что есть у нас и молодежно-политические течения, да, есть у нас и просто активные молодые люди, которые занимаются активной общественной деятельностью. – Да у нас, наконец, есть целые молодежные кварталы в северо-западном микрорайоне, посмотришь, там значительная часть собственников жилья – это молодежь. – У нас плюс появились общественные префектуры, и общественные префектуры мы включили, потому что нам не нужны критики ЖКХ, нам нужны люди, которые будут конструктивно являть проблемы, понимать, что это за проблемы, доносить до нас, и мы совместно находили решение. Когда с людьми совместно находить решение, когда они вовлечены в процессы, это всегда лучше, чем человек просто, как вы в начале программ сказали, сел за компьютер, соседи шумят, я сейчас напишу, а дальше хоть трава не расти. Ну, так называемые диванные войска. Так всегда проще. Вот как раз мы хотим переломить эту ситуацию. Нам нужны люди, которые не просто пишут, а которые понимают суть процессов, которые готовы в них участвовать, чтобы улучшить жизнь. Спасибо, Сергей Николаевич. Я понимаю так, что остался финальный вопрос и финальный ответ. Я иногда спрашиваю у наших гостей в студии, ну, не самый простой хлеб вам достался, честно скажем, да? Я понимаю, что и много конфликтных ситуаций вам приходится, и вам лично, и вашему управлению разбирать, поскольку сфера ЖКХ, ну, скажем так, высококонфликтогенная сфера. Вы согласны с этим? Да, конечно. Вы вот прям с пятого класса мечтали стать начальником государственного жилищного надзора в Тамповской области. Вот как вообще люди к этому приходят? Вы знаете, если бы сказали про пятый класс, я же с родителями жил в частный сектор, а в школу ходил через многоквартиры на дома. И, ну, это было еще в советское время, там работали ЖИКИ, слесари, постоянно запах сварки с карбидом. И вот уже что-то тогда, честно сказать, я уже сейчас возвращаюсь, почему-то как-то ёкнул в сердце. Ну, вот спустя многие годы, вот почему-то так сложилось. Понятно. Спасибо вам большое за разговор. Может быть, не все вопросы мы с вами охватили, но я понимаю, вы не первый, не последний раз в нашей студии будем общаться. Спасибо вам большое. Спасибо. А я напомню вам, уважаемые телезрители, что сегодня гостем нашей программы, подготовленной совместно с Общественной палатой Тамповской области, был Сергей Николаевич Захарцев. Мы речь вели о государственном и общественном контроле в сфере ЖКХ. Спасибо, добра, уюта вашим домам и вашим семьям. С вами был Владимир Пеньков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok